Полное обновление состава, новый тренер, другая форма. С таким футбольным комплектом подошел приморский клуб «Луч Энергия» к старту нового сезона ФНЛ. Начинать чемпионат «Тиграм» пришлось лицом к лицу с бывшими участниками премьер-лиги – самарскими крыльями советов. И тяжко приморцам было не только на поле. С проблемами «Луч» столкнулся еще за несколько часов до матча. «Луч Энергия» не смог заявить нового главного тренера Вальдоса Иванаускаса. Специалист сейчас находится в Самаре, но не имеет разрешения на работу в Российской Федерации. И поэтому за ходом матча будет наблюдать с трибуны. Такое недоразумение руководство клуба решило проверенным способом. На пост главного тренера был моментально назначен Константин Емельянов, который уже не раз выручал команду во времена смуты на посту наставника. Сама же игра начиналась довольно ровно. Крылья, будучи хозяевами, оказывали мощный прессинг, за счет чего и открыли первыми счет. На 32-й минуте затяжную атаку завершил точным ударом головой Самодин. Больше в первом тайме не отличился никто. После перерыва хозяева не переставали давить приморцев. Луч отбивался как мог. Однако второй мяч Самарцы все-таки забили. После нарушения правил в штрафной Ятченко точно реализовал пенальти. Тигры, увы, ничем так и не ответили. При счете 2-0 матч завершился. Сложно было, мы готовились к другой век, потому что видели игры Луча, они играли другую схему и с четырьмя защитниками. Здесь вышли 5 защитников, поэтому были моменты, когда у нас просто ничего не получалось. Но я очень рад, что ребята выдержали, да, не получалось, но какие-то моменты по хорошей подходе у нас все равно были. Но отдать должное ребятам, еще раз повторюсь, что они отдались этой игре сегодня, отдались полностью. Ну и естественно было желание победить, они сейчас расстроены, понятно, все мы расстроены как бы. Ну, как-то вот так вот. Результат оказался вполне закономерный, но болельщиков теперь уже волновал другой вопрос. Что же там с позицией главного тренера? Иванауско, с которой присоединился к команде буквально месяц назад, после игры заявил, что покидает Луч. Фанаты клуба в соцсетях даже стали подшучивать, мол, литовский специалист увидел, с чем ему придется работать, и просто сбежал. Как бы то ни было, вскоре сообщество Луч Энергии ВКонтакте сообщило, что на пост главного тренера официально назначен вновь Константин Емельянов. В такой суматохе приморцам предстоит теперь готовиться к следующему матчу. Уже 15 июля «Тигры» принимают в гостях футбольный клуб «Тонь». Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.